На сегодняшний день государственное радио Ингушетия это единственное радио, которое работает в нашей республике. Но как рассказали нам в Мухтияте, в скором времени у нас будет открыто и мусульманское радио. Мы планируем открыть именно радио нравственно-воспитательного плана, который будет вести работу именно в этом плане. Радио Квещание будет вестись на русском языке, а называется радио будет «Радио Ингушет». Мы выступили с этой инициативой и нас поддержали как правительство, так и президент. На данном этапе мы закончили полностью работу с документацией, вся документация уже подготовлена, утверждена в Министерстве по делам национальности, в Министерстве финансов. И сейчас мы ждем просто утверждения правительства. После этого, после того, как будет выйдено финансирование, на данное радио мы уже начнем работу в полном масштабе. Вы уже определены, на какой волне будете вещать? Да, волна уже определена. Может быть, вы скажете нашим телезрителям, что за волна? Это мы, иншалла, объявим уже позже. На постоянных встречах духовенства со студентами, с молодежью мы постоянно видели заинтересованность общественности, более широкое освещение вопросов, связанных с религией. То есть был интерес к религии. И если не отвечать данным запросам, то, как известно, сегодня есть огромное море информации, как в интернете, так и в печатном виде сомнительного содержания. И если не отвечать тем запросам молодежи, общественности, они находят эту информацию где-то на стороне. Поэтому мы решили, что в данном случае радио будет наиболее эффективным видом пропаганды ислама. Сегодня работники радио отмечают свой профессиональный праздник, День радио. В связи с этим, может быть, вы хотели бы что-нибудь сказать им? Но я им могу пожелать только успехов как в работе, так и в повседневной, каждом дне жизни. Успехов им. Субтитры создавал DimaTorzok